МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некоторые россияне за границей открыто угрожают украинцам. Не-не, вот, знаете, те, кому я попадусь, ну, каким-то образом, да, этим людям, значит, боженька прислала наказание. Например, девушка из России, которая сейчас живет в Израиле, нападала на украинских беженцев в Тель-Авиве. Охуй свою Украину! Охуй, Диана! Похожий случай был в Швеции. Российская иммигрантка уничтожала украинскую символику на улицах Стокгольма. Почему вы разбрасываете символику украинскую? Символика украинская? Фашистская ты имеешь в виду? Нет, украинская. То есть фашисты туплые, грязные, которые вышли из русского народа. Россиянка нажелала оскорблений украинке. Ты же сдохнешь скоро в твоей Швеции. Ты посмотри, вот эта шапка твоя облезла, какая-то полуссанная. Рожа твоя. Ты такая молодая, вот и вся в морщинах уже от злости. Оказалось, что агрессивная женщина – работница шведской школы. Ее зовут Евгения Карлсон. Впрочем, за свое поведение россиянка понесла наказание. Ее уволили. Этот человек больше не при исполнении служебных обязанностей и не вернется. Мы решительно отмежевываемся от оскорбительных мнений, которые она выражает. Говорится в сообщении, размещенном на сайте школы. Утратил заработок еще один российский эмигрант. После того, как мужчина решил провести автопробег в поддержку российской армии в Германии, его бизнес накрылся. Страницу его автосервиса пользователи захейтили. Реакция точно не ожидала. Вот мы организовывали вместе. После общественного осуждения, отказа клиентов обслуживаться в его автосервисе, мужчина решил раскаяться. Я бы отменил Балтык-Корзус. Я бы тогда сказал, ну люди, не стоит сейчас выезжать, потому что произошла трагедия. И если некоторые россияне устраивают акции поддержки войны против Украины, то другие мешают проводить мероприятия украинцам в Европе. Бандито, бандито. Не выгрышная камера. Да, да. Снимай, снимай. Бандито. А, точно. Инфрацион. Европейское законодательство очень строгое. И даже за такие словесные оскорбления этот мужчина мог бы понести ответственность, объясняет юрист Ксения Прокотова. Когда права человека нарушаются, когда идут оскорбления, порча имущества, угрозы, возможно, жизни, возможно, нападения, физическое насилие, психологическое насилие, один вопрос. Здесь абсолютно четко можно рассчитывать на помощь от государства, на его включенность максимальную. Потому что нарушение равноправия граждан, дискриминация – это очень важно. Это то, что обращается на себя внимание в странах Кернии. А за открытую поддержку войны в Украине, использование символа в русской армии букв В и З в некоторых странах даже грозит срок. Буквы З и В, они запрещены к показу, они запрещены к демонстрации, к тому, чтобы использовать на акции, к митингам и так далее. На любое нарушение можно пожаловаться, и это будет основанием для открытия уголовного производства. И, наверное, самое страшное наказание – депортация. Ведь за границей не терпят унижений. Для иностранцев это имеет последствия, миграционные риски. Их могут лишить вида на жительство, потому что есть такое основание, как грубое нарушение административного уголовного и так далее законодательства. Так что россиянам, которые сейчас живут, учатся или работают за границей своей страны, лучше десять раз подумать, прежде чем открыто призывать к войне. Русский солдат был уже в Париже и несколько раз в Берлине. И если надо будет, еще раз будет. Или оскорблять тех, кто против полномасштабного вторжения России в Украину. Ведь за границей русские не дома. И в цивилизованном мире убийство мирных граждан, изнасилование женщин и детей, мародерство и другие военные. Преступления не приветствуются от слова совсем.